Вы по маме армянин, вы родились в Баку, в советском Азербайджане, где вас очень любили, кстати, и мне рассказывал даже Муслим Магомаев, как Гейдар Алиевич вас просто души не чаял, ну вы были гордостью Азербайджану. Ну вот этот конфликт с Карабахом, который однозначно разжигали и держали в таком подвешенном состоянии русские. Сегодня, вот я вам свою точку зрения изложу, а вы скажите, я прав или нет. Я очень хочу, чтобы Армения и Азербайджан навсегда помирились и были лучшими друзьями, ведь смогли стать друзьями Израиль и Германия в конце концов, какая кровь между ними лежала. При этом возвращение Карабаха в лоно Азербайджана для меня это большой плюс, потому что я проецирую все на ситуацию в Украине. Это граница 1991 года. И Карабах для меня это часть Азербайджана. Скажите, как вы расцениваете возвращение Карабаха территориально в государство Азербайджан, и какими вы видите перспективы мирного сосуществования и дружбы между Арменией и Азербайджаном? Мне кажется, что параллельно с Израилем и Германией все-таки не очень уместно здесь. Там все-таки была как бы односторонняя ситуация, и это, кстати, занимало очень много лет, и это вопрос покаяния немецкой нации за Холокост. Поэтому здесь все немножко по-другому. История армяно-азербайджанских отношений, она, в общем, она не вчера началась. И, в общем, есть геноцид 15-го года, до сих пор турцы не признаны. И это тоже важный момент. Холокост признан немцами был, а вот геноцид 15-го года признан не был. И это, мне кажется, такая незаживающая боль вообще армянского народа. Потому что любая попытка как бы ущемить его в правах, как кажется представителям Армении, она сразу вызывает память о геноциде. И то, что все, о чем мы сейчас говорим, происходило на территории Азербайджана, а это, ну, как бы многие воспринимают, ну, как Азербайджан и турцы родственные, ну, скажем, кузели, двоюродные братья, как минимум. Это, конечно, накладывает специальный отпечаток. Значит, я просто вот, во-первых, есть исторический факт. Тема закрылась на сегодняшний день, как бы, и, конечно, хорошо было бы, чтобы отношения как-то наладились. Я понимаю, что у Пашиняна сегодня нет другого выхода, и он начал разворачивать Армению в сторону Запада. Ровно потому, что вся политика армянского руководства, кстати, насквозь коррумпированного, между прочим, она была нацелена на Москву. Вот, я достаточно хорошо все это видел, поэтому я никакого участия уже, там, после прихода вот карабахских военных к власти, я не предпринимал. Кстати, Левонтер Петросян понимал, что шанс луча Армении был в момент, как бы, наивысшего военного, как бы, вот, успеха, там, 30 лет назад, найти формулу компромисса. На мой взгляд, это была идеальная возможность договориться об обидне территорий. Карабах все-таки мог вернуться, Арцах мог вернуться в Армению и дать какие-то уступки, скорее всего, связанные с коридором, который связал в Азербайджанском. С Зангезурским, да? Ну да, скорее всего. То есть, были возможности договариваться в тот момент. А, к сожалению, Россия, понятно, которая контролировала Армению полностью, этого сделать не дала. Вот, теперь, значит, что касается границ 1991 года, здесь тоже есть нюанс все-таки. В Украине не было темы, которая там в Азербайджане уже существовала, ровно потому, что Карабахский вопрос был поднят в 88-м году, на самом деле. И тема Карабаха все-таки, ну, она все-таки отличается. Я повторяю, прямые параллели, они достаточно условны. Не будем забывать, что в России до 2014 года вообще никаких требований к Украине никто не предъявлял. Ну, там, Лужков что-то выступал, но не одно. Все президенты подписывали договора. И Ельцин подписывал, и Путин подписывал, и Медведев подписывал. Все парламенты ратифицировали. То есть, уникальность российской агрессии против Украины в том, что, в отличие от любой истории, возьмите Гитлера, Саддама, Хусейна, не было даже предварительных каких-то требований. Всегда диктаторы, что выступают, а это наша земля, там, Кувейт, англичане разделили нашу нацию, там, Гитлер. Итоги Первой мировой войны отняли у нас территорий. Вообще ничего не было. Вот просто вот напали, просто вот без всяких этих самых, просто без любых каких-то дипломатических, там, трюков, там, какой-то подготовки. Просто напали и все, захватили. Поэтому, как бы, я все равно, я, может быть, по понятным причинам довольно болезненно отношусь к такому сравнению, потому что для меня украинская тема очевидна. Карабах, все-таки, я повторяю, 88-й год, это начало истории, потом был Сунгаид, резня в Сунгаиде. Но, кроме того, все-таки, мы бежали из Баку не потому, что мы хотели уехать, а потому что все-таки в Баку были этнические чистки. Назовем это так пока. И опять, для любого человека, имеющего отношение к Армении, этнические чистки в Азербайджане, они сразу вызывают страшную память геноцида. Поэтому, я думаю, что будущее, как вот, Армении и Азербайджану, все-таки во многом зависит от того, насколько все-таки Турция в какой-то момент готова будет признать, все-таки то, что в 15-м году происходило, это все-таки геноцид. И, кстати, не случайно Гитлер именно на него ссылался. Когда они готовили Холокост, Гитлер говорит, ну так посмотрите, там все же уже было, никто про это даже не вспоминает. Но надо просто понимать, что именно, как и тогда, между прочим, Россия провоцировала многое, и потом большевики этим занимались. Понятно, что наиболее трагические события в этом регионе связаны именно с провокацией Москвы, которая всегда играла вот эту тему для своих имперских интересов. Но шанс подружиться есть. Подружиться нет. Подружиться все-таки такое, как море крови пролито. Жить более-менее в мире и спокойствии, наверное, я думаю, такой шанс есть. Не будем забывать, что все-таки Пашинян при всех его издержках, это все-таки демократическое правительство. В Азербайджане сегодня диктатура. Все-таки, да, понятно, Азербайджан помогает Украине, я все это понимаю, но все-таки Азербайджан – это диктатура. Более того, Алиев, между прочим, и не закрывает бизнес Путином. Поэтому все говорят про Армению, которая делает это открыто. Через нее работают многие связи, хотя в меньшем объеме, чем через Грузию или через, естественно, Казахстан и другие страны Центральной Азии. Но и Азербайджан тоже покупает перепродажи российской нефти и газа. Это тоже, в общем-то, бизнес. Поэтому все в этом участвуют. А вы с Эльхамом Амалиевым в хороших отношениях были? Ни в каких отношениях. А вы не были с ним знакомы даже? Ну, может быть, мы где-то пересекались, но его папе я очень благодарен за то, что он сделал для меня. Я много раз говорил. Но у папы просто был другой подход. Он считал, что в данном случае важно, что он отстаивает интересы своей республики. И я, в общем-то, ее представлял. Папа вообще смотрел над вот этими. Но он мудрец был, да, папа? Над национальными категориями. Но папа был государственным человеком. Просто понятно. Папа был, понятно, генерал-лейтенант КГБ, но все-таки это был человек своего иного масштаба. И, в общем, конечно, без его помощи, в момент противостояния с партийной машиной советской, которую я хотел оставить Карпову, я бы, конечно, права на матч не получил бы. Что с Карповым, кстати, произошло? Были сообщения какое-то время назад, что ему голову проломили? Может быть, я не знаю. Я знаю ровно столько, сколько все остальные. Ни о них контактах с Карпой у меня давно нет. Это все-таки депутат Государственной Думы, с моей точки зрения, военный преступник. Поэтому надо разделять здесь, как великого шахматиста и военного преступника. Так бывает, что это совмещено. Ну, в моменты такие истории, в общем-то, сегодняшняя российская история не исключение. Очень много людей известных. Карпов здесь не одинок. Они по полной списке реально, с моей точки зрения, военные преступники, те, кто ватировал все эти указы, все эти законы об аннексии, по существу своим пассивным участием, ну, я не знаю, пассивно или активно, в руку поднимали, кнопку нажимали, они создали фон, на котором Путин понял, что можно творить все злодеяния и оставаться без наказа. Как это был анекдот знаменитый во время вашего великого противостояния и очень долгого. Каспаров не хочет больше встречаться с Карповым, его девушка против, да? Ну, анекдотов было много, да, ну, как бы, ну, к сожалению, сегодня все анекдоты, все анекдоты как-то, они тонут в этой крови просто, на самом деле, потому что мы же понимаем, что кровь вообще же наиболее мощный такой генератор любых перемен вообще и создания просто другой вообще ситуации в мире, отношения людей, все это, поэтому, когда мы говорим про какие-то отношения, не только людей, а там народов, там стран, надо просто помнить, что при таком море пролитой крови, конечно, все это занимает много-много-много лет, и я думаю, что, если говорить уже проекцию между, между там Россией и Украиной, это тоже тяжелейший процесс, как бы, с неизвестным результатом, и я очень надеюсь, что когда-нибудь, там, у меня и у моих коллег, тех, кто вообще всегда был на стране Украины, будет шанс как-то все-таки вот эти мостики выстроить. Вы знаете, для меня, как и для миллионов людей во всем мире, вы шахматный гений, абсолютно великий человек 20 века. Вы знаете, человек вашего уровня понимания шахмат, он же всегда смотрит вперед на много ходов. Скажите, пожалуйста, вот если призвать на помощь весь ваш интеллект, весь ваш опыт, и все ваше умение смотреть вперед, какое будущее ждет Путина и Россию? Я все-таки завоевал свою репутацию в игре, в которой есть правила, на самом деле. И когда есть правила, все-таки можно, можно исходить из того, что я сделал ход, противник сделал ход, мы как бы играем оба по правилам. А то, что происходит сегодня в России и события с Россией связанные, это как раз полное игнорирование правил. Это есть диктатуры, которые считают, что они на правила. Ничем хорошим это никогда не кончалось. И никаких исключений сегодня не будет. Путинскую Россию, конечно, ждет крах. Самого Путина, ну вот я не знаю, что с ним случится, но я полагаю, что краха России он не переживет. Как это случится, честно, меня это не интересует. Последствия краха путинского режима, они, безусловно, вызовут тектонические сдвиги в России. И в мире. Не, ну само собой. Вот сейчас я, пока начинаем с России, потому что, мне кажется, проекция вот этих событий в России неизбежно рикошетом будет бить по всему миру. Потому что Путин во многом сегодня, ну можно считать, вот так, хотя председатель профсоюза диктаторов. То есть как бы там начальник там Синь Дзимбинь, понятно. А вот профсоюз, вот возглавляет Путина, который там ведет эту активность просто. Вот и на него все ориентируются. Вот он убил Навального, значит, в принципе, можно и других диссидентов убивать. Кстати, вспомним, ведь в принципе вот в те времена Холодной войны все-таки, ну, были другие отношения. Мандела сидел 27 лет в тюрьме. Ну, вот сидел 27 лет. Да, ужасно, конечно. Но вообще никто не... Могли убить? Нет. Сахаров сидел. И вообще диссиденты советские тоже сидели. Да, Марчинк умер там в тюрьме. Но это опять не было. Вот показных убийств не было. Вот сегодня беспредельщики. Абсолютные беспредельщики. И поэтому мне кажется, что вот последствия, они будут на самом деле, они действительно будут носить геополитический характер. Ровно потому, что мы живем в эпоху, когда вот формируется будущее. Вот бывают периоды в истории, когда оно само как-то развивается. Вот, например, вспомнить там между Франко-Прусской войной там 1871 год и Первой мировой войной. Ну, там были, конечно, и войны были, там русско-японская где-то там. Какие-то происходили события. Но понятно, что человечество, как бы вот оно жило вот в размере на ритм. А потом вдруг начинает Первая мировая война, революция, и дальше там ритм какой-то безумный совершенно. Потом короткая передышка, Вторая мировая война. Потом опять начинается, вот как холодная война, более-менее просто установилась, там Джеймс Бонд и тут, а тут это самое, тут КГБ, СГРУ там. Ну, это, в общем, идет какой-то процесс там. Там социалистический лагерь, там американцы, там ЦРУ что-то делает. Процесс тут. Вот все живут в этом. И вдруг опять ритм ускоряется. И опять какое-то затишье. Вот сейчас мы, мне кажется, подошли к моменту, когда формируется будущее. И во многом это будущее формируется в Украине сегодня, на поле боя в Украине. И в том числе и в Израиле. То есть на самом деле сегодня, мне кажется, такой вот, я бы не сказал решающий, но вот на этом этапе истории, может быть, это даже и решающий поединок между силами свободы и татальтаризма, тирании. И от того, какой баланс сложится, понятно, что выиграть воюцию невозможно, потому что, ну, всегда будут и тираны, и диктаторы. Но понятно, что тренд негативный, почти 20-летний, когда демократы отступали по всему миру, когда Америка уходила отовсюда, бандиты, террористы приходили, этот тренд должен поменяться. И начнет формироваться какое-то новое будущее, в котором, я считаю, что будут и другие приоритеты, потому что понятно, что надо возвращаться к освоению космоса, надо на самом деле вернуться к тому, что сделало нас сегодня тем, что мы есть. Ведь мы жирем гораздо дольше, мы лучше питаемся, у нас есть, на самом деле, следствие коммуникации, это все же появилось в ненормальном месте. Это продукт деятельности свободного мира. Не в Китае интернет изобретали, не в Иране, и не в России тоже, в принципе. Это на самом деле то, что сделал свободный мир. И вот сейчас, мне кажется, в этой битве должны сформироваться новые контуры будущего. Что за организация, которые там диктаторы, террористы, просто устраивают ежегодные праздники свои. Иран, Саудовская Аравия решает вопрос о равноправии женщин. Есть много абсурдных вещей, которые должны отмереть просто по факту. И вот война в Украине, война в Израиле, вообще глобальное противостояние сегодня, мне кажется, должны подвести черту под нежелание мира идти на кардинальные перемены. Возвращаясь к тому же Макрону, в принципе. Да, он, конечно, хочет стать Деголем, но момент настал, когда он понял, что это на самом деле возможно, потому что мир меняется. Деголь же не появляется на родном месте. Полковник Деголь становится генералом Деголем, потому что война пришла. Не была бы война, но он, может быть, стал бы генералом на старости лет. Война открывает возможности новые. А эта война, опять, она выходит за границу Украины. Эта война мировая. И в ней будут формироваться новые лидеры, новые компоненты будущего, но именно на ценностях западного мира, свободного мира. Потому что только свободный мир, как мы знаем из истории, в состоянии делает то, что обеспечивает прогресс человечества. Напоследок, Гарри, шахматный гений априори всегда пророк. Скажите, пожалуйста, война в этом году может закончиться? Я очень хотел бы ответить на вопрос утвердительно, но я был бы очень рад, но я бы на это не поставил. Потому что здесь можно еще втянуться в бесконечный спор о том, что такое окончание войны. Если мы говорим про перемирие временное, то, наверное, шанс на это есть, хотя тоже небольшой. А война может кончиться, когда одна из сторон проигрывает. Украина хочет сохраниться, Путин хочет ее ликвидировать. Тут нет промежуточного варианта. Вот то, что может случиться в этом году, это, наверное, опять, небольшой шанс есть на какое-то перемирие, хотя я, честно говоря, тоже в это не сильно верю. Но окончание войны возможно только в двух случаях. Если Путин побеждает, и тогда Украины не будет, или побеждает Украина и не будет Путина. Вот это окончание войны. А это в этом году, как бы ни хотелось верить в то, что Украина победит в этом году, это, боюсь, не случится.